Привет, народ! У нас такой выездной подкаст с Тимуром. Короче, мы едем в славный город Минеральные Воды. И пока едем, решили просто с вами попиздеть, да? Да. Как говорит Тимур Каргинов, мне сильно нравится. Это после каждого худший подкаст. А что мы запизделись? Причем пофигу там, интеллигент какой-нибудь, раввин сидит, прям ему похеру, бля. Сегодняшние наши темы. Обычно я просто давно не выпускал подкаст. Что у нас на канале происходит, за розыгрыши поговорим. Ну, в общем, такой лайтовый, обычный подкаст. Так что садитесь в свои кресла, берите там, я не знаю, чай, кофе, яичницу, омлет или кто там что любит похавать. Начинаем. Так, первый наш такой вопрос, что с розыгрышем? Там несколько комментариев я читал, типа туда-псюда. Розыгрыш мы не забросили. Единственное, я его сейчас чуть-чуть переформатирую. Скажу почему. Некоторым людям, которые, допустим, выиграли, эти номера нахер не нужны. А так как все это настроено так, что ты пишешь любой комментарий, и, значит, просто мы смотрим подписку на канал, то слишком, как бы, ну, большой охват. И, значит, в следующих видосах своих я вам буду говорить условия. Условия будут простые. Ты просто пишешь там в комментариях, либо в скобке, либо там через точку. Ну, в общем, так. Хочу номер. И все. Либо хотим сувенир. Либо что-то в этом роде, чтобы я понял, что, ну, это, как бы, желанный предмет. Потому что, опять же, повторюсь, это все я делаю, как говорится, мы делаем это со своего кармана, без привлечения каких-либо спонсоров, рекламодателей и так далее. Это, вот как я вам вначале сказал, босяцкий подгон. Вот это реально так. И очень как-то обидно бывает слышать от людей, что вот, блядь, а что я буду с ним делать, а я там хочу какого-то другого цвета, либо еще что-то. Ну, вот такие вот вещи. Если, соответственно, тебе этот номер нахер не нужен, просто оставляешь комментарий. Мы, когда будем рандомно выбирать, кому его отправить, будем уже видеть. Если там никакой надписи не будет, типа, хотим, не хотим, соответственно, будем крутить наш барабан дальше, как говорит Якубович. Так, куда мы, соответственно, едем, вы, наверное, тоже спросите. Направляемся мы в представительство BMW. Очень, конечно, это странно на мерседесовском канале снимать столько BMW. Но я вам объясню, как бы, суть. Представительство, которое мерседеса находится в минеральных водах, КМВ, они нам дали, да, поснимать 223, за что им большое спасибо. Но уже второй раз нас просто, как говорится, бортанули. Да. Причем достаточно в такой не очень приятной форме, типа, там, руководство, что-то. Первый раз было так вот. Год или два назад я к ним обращался. Они мне говорят так. Мы, говорит, в принципе, не против, но, говорит, нам нужно разрешение с Москвы. То есть, с Mercedes-Benz Rus, как бы, чтобы нам дали добро. Я туда написал официальное письмо, просто задолбал их, короче, своими письмами. Они мне в итоге ответили и сказали, что это, типа, самостоятельное юридическое лицо. Они решают, как бы, сами давать вам машину на обзор, либо нет. То есть, ну, как говорится, напиздели нам. Второй раз МИМ-223 сняли абсолютно бесплатно. Нам никто ни за рекламу ничего не, как бы, давал. Обращаемся еще раз, говорим, вот, мы едем в вашу сторону. Давайте мы у вас что-нибудь подснимем в салоне. На что поступил дословно там, ну, вот у меня есть сообщение. Руководство запретило какие-либо съемки. И вот у меня такой, соответственно, вопрос вообще компании Mercedes-Benz в целом. Долго еще эта компания будет сидеть на имени этого бренда? То, что сейчас машины выпускаем, давай говорить откровенно. Кроме Гелика и кроме 223-го, все остальное, я считаю, что это дерьмо собачье. Скажи. Ну, по мне лично, допустим, вот, C-шка еще вот. Ну, новую C-шку, я просто не говорю новую. Новая еще не вышла. Вот новая, если, а, вообще ты говоришь? Да, вот C-шка еще вот. Тройка, вот, которая G20, она ободрее, чем вот текущая C-шка. Новая как будет, я не знаю, опять же. Но, по сути, кроме 23-го и кроме Гелика, там в этой марке не за что зацепиться. То есть, BMW, вот, раньше, я же говорю, вот, я современных тех лет, когда BMW была, ну, явным аутсайдером. Понимаете? Вот в этой всей немецкой гонке, там, и так далее. Про Audi я вообще молчу. Сейчас же, поверьте мне, я не нахваливаю, ничего не говорю. Это не только мое мнение. Вы вот послушайте, как бы, что и другие блогеры говорят, не только топящие за BMW. Очень и очень достойно, причем, я бы даже сказал, на равных. Компания Mercedes, даже если что-то и делает, то за это ломит конский ценник. Что гелик, что вот 223-й, блядь, 15 лямов, 20 лямов. Блин, ну это космос, конечно. Да, да, есть там дизельные гелики за десятку, за одиннадцать и так далее. Но это космические просто деньги. То есть, более-менее, если они делают нормальный продукт, за него ломят конский ценник. Еще и вот так вот разговаривают с людьми, которые, знаете, как, ну, душевно. Я вот подошел, говорю, так-то, так-то, мы вот любим Mercedes, за них типа топим. Дайте нам что-нибудь поснимать, идите нахуй. Это я вам просто говорю, обычно подкаст смотрят, ну, наши постоянные зрители. Пацаны, вот когда вы видите, что я выпускаю BMW, там еще что-то, вы не думаете, что я там типа переметнулся, еще что-то. Mercedes один хер, лучшая машина в мире. Просто те люди, которые занимаются ее продажей, и современные Mercedes, они очень и очень далеки от тех классических Mercedes, которые мы искренне любим, понимаете? Я вот сейчас больше хочу сосредоточиться на канале на том, чтобы показывать те Mercedes, которые реально достойны того, чтобы их снимали и их рекламировали. Понимаете? Вот да, мы сняли 223-я, охрененная тачка, блядь, там есть в ней определенный набор фишек, которые уникальны в автомобилестроении. И все. Но стоит эта машина, блядь, в три раза дороже ближайшего своего конкурента. Это просто немыслимо, блядь, за что, елки-палки, такие деньги. Еще и вот такое вот отношение. Вот почему мы сейчас едем с удовольствием в BMW, я вам вот тоже просто предысторию приколю. В BMW, вот именно в ключ авто, атмосфера, вот скажи, у них клубная. Асместра. Бывает же. Клубная. Вот вы когда-нибудь, я не знаю, там мотоциклетный клуб, либо какой-то клуб автолюбителей, там все друг друга знают, все приветливые. То есть тебе любой вопрос там какой-то порешают, понимаете? Там вот так вот, в Mercedes, например, когда заходишь, там вот атмосфера какой-то, типа, вот ебать, мы вот Mercedes, мы вот такие вот, вы там, короче, смотрите, там лишний вопрос не задай. Это вот, помнишь, мы снимали, какой-то тип подходит, блядь, просто съемка ведется в автосалоне, а мы как еще снимали, вы же видели наш видос, просто мы нам завели машину, мы там посидели, двери эти подкрывали, какой-то тип в костюмчике сразу подошел, так, что за съемки, блядь. Елки-палки, ты ФСБшник смеси какой-то, ты успокойся, ты обычный менеджер, блядь, в автосалоне, твоя задача эти машины продать, к тебе люди пришли бесплатно, блядь, его поснимать и порекламировать. Вот, представляю, я вот, я почему говорю за BMW, в BMW мы, блядь, пришли, типа, хотим поснимать, блядь, они нам дали на съемку в первый же день самую дорогую машину, которая была у BMW. Вот это только говорит об этом, BMW 8, Grand Coupe. Потом я говорю им, типа, ну, из одной машины мы, говорю, проехали почти 300 километров, говорю, можно еще что-нибудь, он говорит, блядь, любую, берите, вот любую, на что, говорит, ты покажешь, мы ее выгоняем, моем и, говорит, типа, снимаете. Вот, представляете, мы им это реально поснимали от души, вот как, ну, мне понравилось, если честно, особенно от семерку, блядь. Сейчас нам, блядь, просто люди звонят и говорят, вот у нас есть уникальная, блядь, BMW X6 M, приедьте, поснимайте. Блядь, ну, вот это отношение, и вот, как после этого не топить за BMW? Хоть я, я же говорю, я не переметнулся, мэр, блядь, лучше все равно, но отношение вот это, вот это отношение душевное, именно человеческое, вот поэтому вот так вот они в России делают Мерс, понимаете, вот поэтому. А у Мерседес просто почему-то еще отношение, я вам скажу, у них помимо автомобильной темы, у них есть и грузовики, да, у них есть вот это, то есть у них еще откуда-то доход идет, и они смотрят на итоговые продажи, то есть прибыль, допустим, компании, сравнивают ее с BMW, и типа, ну да, мы, может быть, там где-то что-то лидируем, хотя, по сути, работа никакая не ведется, блядь, понимаете? И вот эти блогеры, там, вот все Литвина, блядь, обсуждали, да, понятное дело, он это все сделал для хайпа, чтобы реально хайпануть на этом, и этот. Но и этот факт, что на него, блядь, болт положили, это тоже не надо убирать, понимаете? Человек много раз обращался, никто не откликнулся на его эти, куда вы, блядь, елки-палки, блядь, топовый блогер, а вы с ним, блядь, обращаетесь, как будто у вас все такие клиенты, понимаете? Вот такого вот, это просто капец. В BMW же, я же говорю, вот там реально клубная атмосфера, ты вот приходишь, тебе по-дружеской, они вот на своей вот этой фанатской вот этой теме BMW, вот понимаете? Вот они далеко продвинулись, очень и очень далеко. А в Mercedes они долго еще будут, вот это, мне кажется, типа вот раньше у нас были. Пафос какой-то, вот там висит. Там именно пафос, да, да, у них вот и салоны пафосные, и телки их любят, еще что-то. За эту тему, кстати, я прикал. Короче, когда снимали 223-й, сидим с Тимуром вот так вот, ну, Тимур там под съемку дед, и в моменте открывается задняя дверь, а я так в зеркало, ну, пострел, и садится какая-то девочка. Ну, такая, видно, инстасамка какая-то хрена вот, да. Берет свой, так, телефон и щелкает, короче, так быстро, прям оно так прощелкало. Ну, машина же закрыта бывает туда же. Да, машина эта 223-й, он был закрыт для всех, как нам вот открыли. И она быстро пощелкала, вот так на нас еще посмотрела, вот отвечают, такие вот, Тим-Тимур. И вылезла. Я просто охренел. Ну, вот для таких эта машина реально впечатление производит. BMW, он больше заточен именно вот про, как сказать, он про водителя, про любителя автомобилей, понимаете? Mercedes это пафос. Как не горько это признавать, но современные, я говорю, Mercedes. Старые Mercedes, они, конечно, BMW, блядь, вот так вот делали, да? Посмотрим. Тимур просто BMW-шник. Но современные Mercedes это вот про пафос. И вот я же говорю, это, чтобы вы меня правильно поняли, это сейчас не то, что обида там, типа, отказали, еще что-то. Мы-то еще этот вопрос, может, и пролоббируем, как бы, через боли вверха, посмотрим, получится, либо нет. Но на данный момент вот такое вот отношение. Так что, если будете видеть почаще BMW, не обязательно, блядь, проматывать. Посмотрите, прикольный ролик. Будет точно. Так. Дадим слово Тимуру. Насчет чего? Насчет бэхи? Чего-нибудь прикалывать ему. Ну, кстати, видос будет практически без клеек. Ого. Ничего себе. Да, вот пару вопросов я вот выбрал. Это ты где смотрел? Вот, под видео. Ну, а, кстати, написал наш новый хороший кент, Марат, Бородан. Он, короче, отметил, ему, видимо, закинули BMW-ник. Мне не смотри, что за тема. У него же, он же кентуется с BB-Tuning, что есть, этот, Вадим. А он за Мерси топит. И они там что-то поспорили. И что? BB-Tuning это где? У нас? Не, он в Питере. А, в Питере. Ну, тоже с Владиком парень. И они там что-то поспорили, блин, я вот всех нюансов не помню. И, короче, Марат сейчас на AMG ездит. Да ты что? Да, да, да. И вот, короче, он, видать, может, чуть-чуть, ну, прикололся, что ли? Не, я бы с Бэхи, честно тебе сказать, не прикололся. Почему? Потому что Бэха у меня была. Единственное, что мне в BMW не нравится. Причем во всех. Ни вариант на этих машинах ездить медленно. Мне вот это не нравится. Я хочу и медленно ездить, и быстро. Но за Марата я что прикалываю, он нам написал, короче, комментарий. Я, честно говоря, его рано утром прочитал. Я сначала думал, что это фейковая тема. И как-то, ну, вот, посмотрю, развернутый какой-то комментарий. Там, блядь, чуть ли не до полстраницы написан. Думаю, да пиздец будет, Марат, там, блядь, столько строчить. А потом, когда понял, что это реально с канала Асата, думаю, ничего себе. А я сначала такой ответ дал, типа, блядь, шалам. А потом же более развернутый. Ну, нормально, если честно. Там особо, он не газовая. Я почему-то всегда думал, что если он что-то нам напишет, то по-любому будет. Бычка какая-то. Ну, какая-то такая, знаешь, обострение. Ну, Марат, если честно, очень грамотно и корректно. Зачастую ему большое спасибо. Написал там. Ну, он, как сказал, по делу. Он там, ты видел, что написал? При должном, блядь, уходе за 39-кой она проедет не меньше, чем 210-й. Я дописал, при должном уходе это как, ну, какой уход? Каждые две недели, блядь. Каждые две недели, если в ней что-то делать, она по-любому проедет больше, чем 210-й. Не, это, хоть и Марата я уважаю, но, блядь, рядом даже не стоит 39-ка с 210-м. Особенно вот с этим 55-м, если, допустим, М5-ю сравнивать. Ну, понадежно. В миллиард раз, блядь, 210-й. И комфортнее, и надежнее. И на это я еще раз повторяю. На 210-м главный его плюс по сравнению с М-кой. Да, М-ка быстрее в стоке, базара нет. Но на 210-м ты можешь ездить и медленно, с комфортнее. И каждый день, блин. И каждый день, и быстро, если тебе это нужно. На М-ке это реально жога. Это машина реально выходного дня. Без всяких скидок. 100% машина выходного дня. Ты на ней сел и вот на этой механике подубасил. Да, в этом есть, конечно, свой кайф. Я не этот. Но Мерс более универсальная машина. И как это показало время, скажи, потом-то все М-ки и все РС-ки, они перешли как бы и приняли философию Мерседеса. Они сделали более универсальные машины. И все сейчас стараются делать более универсальные машины. То есть, Мерседес еще в 90-х годах об этом знали, что люди в итоге... О, 90-х, блядь. В начале 90-х, да, еще волчок же тоже такой же был. Он был на автомате с мощнейшим атмосферным мотором, блядь. И ты мог на нем ехать и медленно, и быстро, если тебе это нужно было. На BMW они, видишь, топили до последнего вот за эту тему. Та же, которая V10 мотор, она тоже не сказать, что каждый день ты на ней заебешься. Они же дерганы, которые, блядь, но потом F10, F90, блядь, они все, вы сами видите, во что превратились. Комфортная, мягкая, можешь спорт-режим врубить по Дубайск, можешь комфорт-режим врубить и ехать, как говорится, медленно. Так, что там по вопросам, я тебя перебил. Вопрос, ну, смотрите, пишет, мол, что, говорит, под бороду косишь. Типа, что у вас, говорит, мол, во Владике, говорит, ну, типа, схожий стиль, что ли. Под бороду, я, смотри, чтоб все понимали, Марат мне по философии очень близок. У нас еще есть один блогер, Озмедиа, Заур. Я их обоих очень уважаю, я просто единственное, я не могу за них что-то там говорить, либо хорошо, либо плохо, я их не знаю, понимаете. Лично я ни с одним, ни с другим не знаком. А я кого не знаю, я их всегда заочно уважаю, блин. Кого знаю, я их наоборот ебашу. Не, я, Марат мне по философии ближе. Он так же, как и я, любит там немцев старых, он свою BMW там восстановил. Потом он ненавидит автоваз, я точно так же ненавижу автоваз. Но то, что я под него не кашу, это можно видеть то, что я практически перестал снимать автоваз. Вот я реально автоваз ненавижу. У меня большое бывает желание снять, например, обзор на Весту, обхуйсосить ее. Но я просто понимаю, что это будет очень сильно похоже на Марата. Понимаете? Из-за этого. Так что это ваше субъективное мнение и несоответствующее действительно. Если себя под него косил, я бы в первую очередь ебашил автоваз. Ну и с другой стороны, вот это сравнение, косил-не косил. Марат тоже не уникальный как бы блогер, который начал вот фигачить автоваз. Жорик до этого еще же делал, правильно? Получается, что Марат скопировал Жорика, это херня самая. Я думал, у каждого все-таки свой какой-то стиль. Я имею в виду, если у человека одинаковые взгляды, ну похожие, это не значит, что он под него косит. Понимаете? Ну не значит. То, что у меня стиль подачи и так далее. Ну, Марат не уникальный в Осетии, как говорится, такой вот парняга, который вырос на улицах или как говорят, по-платному. У нас все пацаны такие. Я скажу вам, один такой секрет. Вот эти все жаргоны, выражения, в смысле, да, по-любому там, что он еще говорит, шлаебота. Это тема вот, ну, на каждой сторонке у нас есть в городе такие сторонки. Это как районы, как нигерские кварталы, короче. Вот такая тема. И у всех вот там, у каждой сторонки есть свои какие-то, свой сленг этот. И у нас, то есть, так если, бля, меня сравнивать с Маратом, то только может быть поэтому, что мы с одной республики, с одного города и, блядь. Чуть-чуть может быть, да, сленг чуть. Да, 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 да. Но я еще раз говорю, блядь, что меня срать, пиздец, я ненавижу, блядь, BMW в первую очередь уже это, блядь, говорит обо всем. Блядь, обожаю Mercedes. Чего вам еще, елки-палки. Как еще можно более, блядь, разниться? Так, у нас очень частный вопрос на канале. Это почему ты 211 не берешь? 210-й... Ну, может быть, AMG или просто 211? Ну, почему? Не, AMG 210, да по херу, я бы и 210-й AMG предпочел компрессору. Да, компрессор быстрее, там, технологичнее и так далее, но 210-й уже перешел в разряд классических Mercedes. Вот мой Mercedes, вот как он есть в AMG весь, он будет такой модный всегда. Он с каждым годом будет все моднее и моднее, потому что их будет все меньше и меньше становиться на дорогах, потому что за машиной нужно следить, а это не так уж легко, как вы могли заметить по нашим видосам. И как сейчас все медитируют на волчок, поверьте мне, пройдет какое-то время, все будут медитировать на AMG. Скажу почему, точнее вот на 210-й. Скажу почему. Он первый революционный E-класс, то есть с революционным дизайном. Он первый, один из первых заводских AMG. Вот когда в AMG стало, вот как она именно при заводе Mercedes, а не отдельной компании, он один из первых. Вот он и Цежка, именно рестайлинговый. До rest, который есть, AMG, их собирали как вот волчок, точно так там на Porsche отгоняли, еще что-то, вот E50 их так делали. Именно по-настоящему, который перешел на конвейер, вот этот был первый. Да и просто тупо мне, например, 210-го салон, какой он большой, он мне больше нравится, чем 211-й. 210-й он маленький, сзади мало места, вот эта огромная торпеда пол салона занимает. Ну только этим, блядь. Ну вот спрашиваю по поводу дальнейшей судьбы 210-го. То есть как, дальнейшее развитие какое будет? 210-го я скажу так, я на Новый год объявил, что если мы к концу года наберем 100 тысяч, я эту машину разыграю. Но судя по количеству подписчиков, интересу и так далее именно к этому всему, скажу, что мало это вероятно. Мало это вероятно. Я не знаю. К концу года 100 тысяч набираем, я его разыгрываю. Не набираем, соответственно, остается, может быть, я его потом разыграю, если мы задумаем, например, какой-нибудь крутой проект, ну нужно будет там как-то по бабкам еще что-то. Насчет розыгрыша тоже так скажу, чтобы меня вы правильно поняли. Это моя единственная машина, я не, блядь, сын какого-то там суперолигарха, не мажорчик, блядь, как вы могли понять, что я там все своими руками делаю. Да, не из бедной семьи, там может кто-то будет гараж, там смотреть еще что-то, но отец нас воспитывал так, что, блядь, ну как тебе сказать, никогда в жизни у нас не было такого, чтобы мне отец купил машину. Не было такого. Да, где-то что-то там поправлял, добавлял еще что-то, но такого нету, что тебе вот на, братишка или там, блядь, сын нуля, и на 18 лет тебе тачелу. Нет, у нас, блядь, очень строгий, я очень его люблю за это, родитель. Такие все, блядь, должны быть паханы. Но, если, допустим, какой-то проект мы захотим сделать, и нужны будут бабосы, привлечем там спонсоров, либо еще что-то, ну как-то его, короче, разыграем. Либо, допустим, прямой розыгрыш сделаем. Там вот мне этого понравился, с БВТ ЖК, он как автобус разыграл. Прямой розыгрыш там, либо номер купите, и это будет ваш, как бы, лотерейный билет. Там конкурс сделаю, допустим, один к тысяче, там, условно говоря, и хотя бы тысяч пятьсот, допустим, либо семьсот, я с этой машиной заработаю, я как бы его разыграю. Но, опять же, я же повторюсь, если наберется сто тысяч к концу года, либо после потом, мы посмотрим, если нам бабосы нужны будут. Ну, жалко, блядь, чем больше я в этой машине что-то делаю своими руками, тем больше ты к этому автомобилю привязываешься. Я не сторонник там, чтобы одушевлять как-то машину. Это, в первую очередь, машина. Но, с другой стороны, вот это, скажи, когда ты, блядь, сам коробку в нем сделал, там в моторе что-то покопался. Стать насчет коробки, да, в итоге, в итоге, дальше что? Коробку мы с Тимуром разберем. Я вообще нихера в этом не понимаю. Тимур делал коробку на Митсубиси два раза. Так что все надежды на Тимура. На Бехи делал. А, на Бехи ты делал. На 5HP18 я сделал тоже. Ну, Тимур в этом... Тимур, вот, это технарь. Вот, Тимур. Он и что в камерах пиздата разбирается, что и в машинах разбирается. Он именно вот с технической точки зрения Тимур шарит реально. Да, мы постараемся его сделать. Ну да, куда она денется. Там единственное, бублик мы отправим в Краснодар. Там наш новый хороший друг тоже есть, один Герман, кто в бублике делает. Пизда ты, чувак. Я с ним просто пообщался в WhatsApp. Я ему говорю так-то, так-то. Знаете как, я ему хотел просто бублик отправить и говорю так, можешь поснимать его? Ну, как ты его будешь делать? И он как услышал, типа, поснимать. Он говорит, пацаны, я вам скидочку сделал. То есть, я даже ничего не просил. То есть, вот этого. Вот это реально, блядь, человеческое отношение. Многие вот этого не понимают. Я во многих автосервисах у нас, допустим, в городе делаю, там, что-то на видос как бы подснять и чтобы тебе сделали скидку. У нас этого даже, ну, а не знаешь, как еще, мне один как зарядил, ты знаешь, в автосервисе? Эй, а то, что, ты сейчас ее будешь снимать, за это, типа, отдельно, доплачивать не надо. Я так на него суток думаю. блядь, долбоеб, ты же понимаешь прекрасно, что я последний раз, блядь, у тебя что-то делаю, блядь, после такого выражения. Ну, вот такого плана. Так что, если кто-то думает, что нам что-то там бесплатно мне делают, нихера, все за свои, блядь, кровно, как говорится, заработанные деньги. И вообще, наш канал, наш канал, это за идею мы. Мы не про деньги, как вы могли заметить. 1xbet, вот эту всю залупу, мы, блядь, не рекламируем. Вы думаете, нам не предлагают? Предлагают, я могу вам даже, блядь, с контакта там, мне, блядь, заебали уже с этим 1xbet. Но, просто у них есть одно такое словосочетание, я не знаю, можно прикалывать или нет? Я думал, ну, здесь же чисто свои. Да, чтобы вы просто понимали, что это за организация, мне словосочетание, блядь, ваш доход зависит от проигрыша, людей, блядь, меня просто убил. То есть, я должен подписать свою аудиторию, своих, ну, пацанов, которые там, либо девочек, которые смотрят наш канал, и, блядь, идите, делайте ставки, и то, что вы проиграете, с этого мне пойдет какой-то, блядь, доход, ну, это, блядь, просто смешно, елки-палки, блин. Вы и так зарабатываете там на этом, еще я должен на этих бедолагах, кто там проиграл, заработать что-то, понимаете? Так что это, я считаю, что это не совсем честно. Прямую какую-то рекламу, там, масло прорекламировать, там, коврики, еще что-то, да ради бога, блядь. Но вот это, это чистой воды наебка. Я не люблю наебывать людей, потому что меня самого часто наебывали. Я вообще в этом плане, блядь, ебать какой удачливый тип, блядь. Как мне этот сказал наш друг Русик, блядь, ты, блядь, какой наивный тип. Да я лучше буду наивным, блядь, долбоебом, даже так скажу, но честным человеком, блядь, нежели, блядь, быть хитрожопыми с утра до вечера сидеть и думать, как бы мне кого-то наебать и на нем навариться, блядь. Хотя это сейчас у нас возведено в культ, нет? Типа это нормально, типа. Я недавно смотрел видео Каха с этим, блядь, кучерявый вот этот тип армянин, блядь, как чуня, чуня. И этот чуня, короче, прикалывает историю, как он наебал каких-то молдаван. Он им обещал какие-то документы сделать, еще что-то. И он стоит и прикалывает, знаешь, как типа, вот, блядь, я их наебал, типа, это ты ведущий тоже, типа, ну, каждый крутится, как может, блядь. Ты наебал людей, ебаный, наоборот, блядь, как крутится, как может, где же честность, блядь, елки-палки, что с людьми стало, блядь? Они, блядь, с ума что ли, посходили? Всех денег в мире не заработаешь, да и с собой их туда ты не унесешь. Но когда тебя уже, блядь, будут нести, блядь, там гандон был всю жизнь, блядь, да лучше, блядь, дохнуть ей боку, чтобы так, блядь, уйти отсюда, вот с этого мира, блядь. Надо себе оставить какое-то хорошее впечатление, понимаете? В первую очередь. Этот пишут, спрашивают, откуда, говорит, пацаны эти нарисовались на последнем видео. А, мы откуда нарисовали? там пацаны. А, это наш подписчик, Руха, это наши подписчики из Дагестана. У нас, кстати, много оттуда пацанов вам. Саламу алейкум, как говорят, Валеку. Просто он пацан позвонил, он с Пятигорска, по-моему, типа так-то, так-то, познакомиться, подъехали, постояли, попиздели, пофоткались. Кстати, он в Инстаграме постоянно. Да, он очень активный в Инстаграме, у него у самого там такой канал, он сейчас только начинает вот эту тему автоблогерскую, там что-то он поспрашивал, я ему реально от души. Вообще, я на будущее скажу там, кто нас смотрит, блядь, пацаны, кто хочет этой темой заниматься, вы любите машины, как я, искренне, допустим, не про деньги, вы не думайте, что вы на этом миллионы заработаете. Этим нужно заниматься от души. Вот, ты добьешься успеха только в том, что ты готов делать бесплатно. Вот сейчас все, что мы с Тимуром делаем, мы это реально делаем бесплатно, даже, блядь, сами втапливаем туда, причем нормальные такие бабосы. Только так, а если ты изначально сюда придешь чисто ради денег, ради какого-то хайпа, известности, блядь, ну, не знаю, мне, например, это вообще не надо, честно вам скажу. Даже когда кто-то подходит, там еще что-то, мне это не очень нравится. Я, конечно, не, вот бывает же, сноб там, типа, да, не подходит, ну, блядь, не очень мне это как-то по душе. Я хочу обычной своей, блядь, обычной жизнью жить, блядь, ну, без такого, вот прям суперизвестности, честно говоря. Вот по Марату, я просто знаю, кто-то прикалывал, типа, к нему вот подходят, и вот он, говорит, куда-то зашел, и его, говорит, прям заебали, вот рука прикалывает. Его чуть заебали, вот он с Семеной, с кем-то, говорит, там был, он то ли в кафе, или в Ресиково, я не знаю, и он, говорит, один подойдет, говорит, ну, постоит, поулыбается, сфоткается, потом второй, ну, блядь, что-то за жизнь, скажи, блядь, ты никуда не зайдешь, ну, может, журик из-за этого и слился, журик, блядь, слился из-за того, что в моменте поймал звездочку, вот прям жесткую, нет, когда он начинал, ну, мы с тобой обсуждали этот момент, когда он им пятую продал, почему пошел по пизде канал, это ясное дело, он просто болт положил на свою аудиторию, но вторая его сторона, личность, и он очень скромный парень, я с ним как-то даже здоровался там, ну, заочно, давно еще, он реально в жизни очень-очень скромный такой, парень, приятный, все, ну, в Ютубе, что он там говорит, как вот это все преподносит, что он там все схемы Ютуба знает, что он там пиздец, эти все схемы Ютуба никто не знает, даже самые старожилы Ютуба, они вот эти точно алгоритмы, блядь, этого всего никто не может предугадать заранее, зайдет твой видос или нет, это как любое творчество, ты его делаешь от души, закидываешь, заливаешь его в Ютуб, а там уже аудитория решает, это топчик, либо это дерьмо собачье, да? Зачем вот так? Да, что еще им приколоть? А, по нашим проектам, короче, ближайшие видосы, которые выйдут, короче, я поснимал на камере, мы сделали, я сделал, ну, мы сделали очень крутой видос, по замене масла в коробке АКПП, очень реально полезный, много же очень споров ходит, как менять частично, либо полностью, либо еще что-то, я загнал специализированный центр, сначала попиздил с тем мастером, который здесь, именно в камере, менял коробку, мы его поменяли, это масло, через аппарат, потом я поехал к нашему топовому, блядь, диагностику, которого знает вся республика, на Барсе Марат, блядь, и Марат еще там свои какие-то дополнения сделал, хотя в каком-то моменте он проебался очень сильно, ну, короче, такой вот видос будет лайтовый, я думаю, вы приколитесь, вы же больше технические, он просто, знаете как, он подходит под все марки машин, просто на примере Камри, понимаете, то есть, как вам лучше в вашей машине менять масло, я думаю, после этого видоса у вас уже не будет каких-то вопросов, потом после него будет видос про полировку и вообще как следить за состоянием кузова именно бюджетно, понятное дело сейчас всякие детейлинг-студии, они, значит, рекламируют вот эту тему, типа там жидкое стекло, керамика, пленка, и, блядь, Suntech, еще что-то, но стоит это просто конских денег, пленка, например, вот эта полиуретановая, которую они так модно, блядь, рекламируют, просто морду ей забронировать, стоит 30-ку, а то и 40-кет, я повторюсь, на камере я покрасил, блядь, капот, передний бампер, пороги, задний багажник и задний бампер за 25 тысяч рублей, пол машины я, блядь, покрасил, то есть необоснованная какая-то цена, еще и самая фишка в том, что этого покрытия хватает ровно на 5 лет, через 5 лет оно начинает желтеть, и велик шанс, что если вы его не снимете через 5 лет, что он слезет с краски, он просто, говорит, клей впитывается в лак, и когда ты его снимаешь, когда он долго стоит, сотрешь вместе с краской, полностью полиуретановой пленкой сделать, машину 200-300 тысяч стоит, то есть это вообще конский денег, полировка, например, давай тоже, спросим, во-первых, полировка ебет лакокрасочное покрытие, очень сильно, тем более на японцах, здесь оно вообще тонюсенький, и лак, и сама краска, шляпа, это все знают, ты берешь, ты берешь и просто слой снимаешь определенный лак, то есть его делаешь еще тоньше, а то, что на него наносят керамику, еще что-то, основной плюс у керамика, это гидрофобный эффект, то есть с нее катышки, вот эта вода слетает, она тяжелее пачкается, легче моется, но и то этого эффекта хватает ровно на полгода, максимум на год, и то при правильной мойке, в общем, вот такой вот план, там есть третий вариант, который я вот подробно, именно который я использовал на этой камере, это тоже как бы в видосе будет, такой вот вам приятный этот, там хороший такой парень, наш тоже новый друг, вообще у нас без друзей, блядь, по этой теме развелось, хороший очень парень, без пафоса, без ничего, вот он реально меня понял, как я, я к нему пришел, говорю, бюджетно, вот мне надо все максимально бюджетно, вот блядь, он это все сделал, он что бы работало, да, вот смотрите, он мне сказал ценник сначала, 7 тысяч рублей, чтобы это все сделать, то, что я на ней сделал, вы это видосе увидите, мне еще скидос сделал, за пятерку, короче, это все забабахали, и вы посмотрите, это реально вы можете делать даже сами, понимаете, вот все, что он мне показал, я могу спокойно, любой денек выбрать, в гараже у себя, чик-чик, и у тебя машина будет прям, как целочка выглядеть, так и бензимей не писал, братья, а я написал, отправил, ну, хай, браза, да, 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 ну, сейчас я, бля, толстый, ну, то есть я похудею, надо скинуть, да, надо скинуть, сейчас, проблема личного веса, еще вам так скажу, почему, там, типа, Дим, мне, короче, пишет, такой противный комментарий, вот я честно вам скажу, пацаны, больше всего в жизни, и сам я так никогда не делал, и не делаю, нельзя обсуждать внешность человека, да, ты можешь сказать, если человек неопрятен, там, от него воняет, типа, бля, иди, вонючка, нахуй помойся, либо, бля, рот свой помой, ну, что-нибудь в этом роде, что тебе доставляет дискомфорт, но если у человека лишний вес, либо еще что-то, поверьте мне, это очень больно воспринимается у людей, и, во-вторых, какое ты имеешь нахрен право человеку говорить, что он жирный, не жирный, вот в этом плане, это очень некультурно, бля, иди мне пишет, бля, ты там что-то, знаешь, как он написал, со всем уважением, но ты, бля, выглядишь, как семимесячная роженица, бля, он сам, походу, типа, здоровый, я ему написал, я говорю, послушай, бля, я лучше буду семимесячной роженицей, чем, бля, вот этим ебантеем, который в спортзале, бывает же, около этого, как телка, бля, фоткает себя, там, без майки, бля, еще что-то, ты, блядь, мужик или, бля, инстаграмщица, ебанаврод, то есть, понимаю, я, конечно, все прекрасно понимаю, нужно держать себя в форме, ну, что поделать, если ты хаваешь, блядь, пироги и шашлык, если ты любишь вкусно поесть, то ты будешь выглядеть вот так вот, а я реально люблю вкусно поесть, я, бля, не сторонник, там, вегетарианства, либо еще какой-нибудь хрен, вообще в Осетии трудно будет вегетарианство, в Осетии не вариант, если что ты держал себе, ты должен вебывать постоянно в зале, а чтобы ты не хавал, у нас, кто не знал, это супер вкусная кухня, блядь, одна из лучших, наверное, в мире кухонь, понимаете, и она, как все вкусное бывает обычно в мире, высококалорийная, да, бля, ну, прикинь, на шашлыки, бля, поехал, там, взял с собой купаты, либо какие-нибудь стейки, в горах, бля, у тебя ветер развивает твои волосы, ты себе, бля, берешь, там, пожарил пироги такие свежие, да, с корочкой, блядь, порезал, бля, похавал, пиздец, да, я лучше жирным, нахер, всю жизнь свою буду, блядь, чем бы вот от этого отказываться, понимаете, так что хоррэ вот это писать, там, за внешность, да, вес скинем, это ерунда, я миллион раз и толстил, и худел, и все, что хочешь, но это писать очень и очень некультурно, Тимура, кстати, будет сейчас дебют, короче, у нас просто на канале, смотрите, чтобы максимально охватить аудиторию, я искренне не люблю BMW, честно вам скажу, вот реально, ну, не близко, у меня была первая машина BMW, я это уже прикалывал, я не люблю, но BMW освещать все равно надо, потому что это достаточно большой пласт автолюбителей у нас в стране, и не более молодежи, а в основном молодежи, да, и я в будущем, мы скорее всего перейдем на то, что BMW будет вести вот этот вот замечательный человек, он, ты меня об этом еще не придумал, он их любит, ну, сейчас пока посмотрим частично, пока Тимур вольется, но вы строго не судите, потому что мои первые видосы, можете постыть, там вообще пиздец, я еще включал музыку фону, знаешь, что она, блядишь, меня перекрикила, и там типа писали, бля, нихуя не понятно, мне, что за звуки там, это специально, да, это специально, ну интересно этим заниматься, это веселая тема, вот мы едем, кстати, насчет поиска тачки, мне тоже нужно прикрыть, у нас будет еще, кстати, видос, как я вам уже сказал до этого, что с ютуба мы ни хера не зарабатываем, а зарабатывать деньги нужно, я и Тимур, мы люди семейные, как говорится, ну не мы придумали, не будет, а гриданами надежда, просто в тему, да, мы, короче, себе придумали такой, небольшой бизнес, заработок, о чем вы как бы в будущих видосах увидите, Тимуру сейчас мы подыскиваем под это дело, хотя, блядь, скажем, в прямую, короче, туристов возить по горам, по лесам, по полям, показывать достопримечательности Осетии, у меня для этого есть как бы тачка, ну, отцовскую я пока приватизировал на какое-то время, Тимуру мы сейчас, соответственно, тоже ищем настоящий рамный внедорожник, об этом тоже отдельный видос есть там, история, блянь, целая, да, ну это, честно вам скажу, покупать машину в Осетии, покупать машину где-нибудь в России, это небо и земля разница, здесь и продавцы более жадные, и более прохаванные, блянь, как это на GX, короче, GX один смотрели, там мужичок такой, ну, в возрасте, и я его спрашиваю, Тимур вас спрашивает, типа, ремень ГРМ менял, говорит, и он, да, говорит, 10 тысяч назад, и он, не, не то, что, говорит, снаружи, типа, ремень, внутри мотора, там, 4,7, УЗ-овский мотор, и он, да, да, 10 тысяч назад, вот его надо было, а где он находится, но он бы тебе сказал, бля, в моторе, братан, ну, у нас такого плана продавцы, то есть, у нас на машинах ездят, до Талова, никто в этих машинах ни хера не делает, вы думаете, вот я за своим 210-м хорошо смотрю, это, мягко говоря, у нас за машиной очень и очень редко кто так следит, все их эксплуатируют, блядь, по полной, а когда уже на ней вот-вот должно что-то набыкнуться, они их сливают, ну, это в России тоже практикуют эту тему, ну, я, честно говоря, в отбахерах, как так продать, блядь, ну, то есть, мы сейчас конкретно столкнулись с тем, что надо купить внедорожник, да, надо купить внедорожник за определенную сумму денег, а эта сумма денег вообще небольшая, скажем так, ну, в итоге, посмотрите, там, видос выйдет, что у нас получилось, по Кабарде сейчас едем, обожаю кабардинских гаишников, им, блядь, большой привет, их ненавидят даже местные пацаны, блядь, кабардинцы, у меня друг есть, кавер, я вам не прикал, вот которые именно на трассе стоят, гаишники, это самые, блядь, видимо, элитный отряд, блядь, шкурадеров, я бы их так назвал, отбирают, типа, я не знаю, за что остановил, на приори, короче, у меня же хэтчбек приора была, на приори, ты же знаешь, что заднюю полку убирать надо, по-любому, она, блядь, гремит так, чё-ка-пец, её все убирают, по всех приорах, хэтчбек нет, задней полки, туда ставят деревянную, карпетом обшитую, с колоночками, у меня такая стена, а когда ты её ставишь, то ремни безопасности, ты как бы, ну, по-любому снимаешь, потому что они на старой полке там стоят, и не вариантов уже поставить, и меня кабар останавливает, и кричит на штрафплощадку, я говорю, за что, у тебя задних ремней, нет, ты не соответствуешь техническому регламенту, кричит, я говорю, а сколько мне нужно, как говорится, на лапу дать, чтобы, блядь, соответствовала машина, он меня так сторонок вот видит, слушай, вот эта самая фишка в гаишнике, братуха, вот у него ещё бывает вот эта тема, типа, брат, он тебя наёбывает и разводит на деньги, но ты брат, братуха, тысячу рублей дай, и поёдь спокойно, хахахах, такой, я думаю, я твой рот, блядь, просто, блядь, наоборот, тысячу рублей дай, и чё, приход, пришлось, ему, типа, дать, ещё вот эта, блядь, тема, один раз топили, короче, я под радар проехал, там, ну, плюс 20 км в час, немного, он, блядь, выбежал на середину дороги, тормозит, радостный такой, я открываю окно, я к ним никогда не выхожу, вот как там, выходят, здороваются, подходят, я открываю окно, вот так, заглядываю, куда спешишь, ха-ха-ха-ха, иди сюда, я чуть-чуть смеху не встал, блядь, спешишь, блядь, Это уникальная каста Их ненавидят все, блядь С Чечни, блядь, с Дагестана Просто вся дорога в Россию идет вот так вот И здесь, я же вам говорю, самые, блядь, пиздатые гаишники Вот просто, блядь, капец Здесь все дорога, почему это для них типа хлебное место Сейчас более-менее ее еще расширили в каких-то местах Но в основном она идет, вот это вот шашки уебищные Где тебе обгон разрешен, там резко закрывается Один раз я на 5000 тоже как попал Я две фуры обгонял по пунктиру А там реально нужно было ускориться И закончил маневр, вот буквально я 3 метра заехал на сплошную А они эти все места прекрасно знают У них прям камера вот так вот И он меня останавливает, и он мне, знаешь, показывает Идем, я тебе видеозапись покажу Я тебе клянусь, там видеозапись была не хуже, чем у Давидыча, блядь, видео Там прям было видно все И мои номера, и как я заехал через сплошную Ну, то есть видеозапись ты смотришь, она, знаешь, как вот так Из-за холма ты выезжаешь, как бы, я не видел дальше этот И получается, что я на встречке как бы выскочил из-за холма Прям по бычь, ну, видеозапись там была пиздатая Они в суд все передали, на 5000 меня штрафовали Я же говорю, здесь, блядь, я могу миллион этих историй рассказать Какие здесь, блядь, с этими гаичниками были Мы один раз с Типом ехали, и у него 200-й был, кстати говоря, новый И он остановил, и что-то качает, качать не получается Я подхожу, говорю, блин, ну, я Куз, блин, ну, долго уже с ним качали И стояли, и вот, он, видать, уже, ну, все, закончилось Аргументы закончились, он говорит Ну, посмотри, говорит, типа, на какой, говорит, ты крутой машине новой едешь Типа, ну, че, говорит, ты хочешь? Ну, посмотри, какая хорошая покода Ну, дай че-нибудь, говорит, елки, блядь Э, хамские водители, я ненавижу, я, честно говоря, гаишника Вот у нас в городе более-менее, типа, хотя наших тоже, блядь, честно Не, ну, все равно, я же говорю, если ты нормально диалог ведешь, блин, ну Ну, нашим я сразу говорю, братан, если он что-то начинает газовать Я, не, я им говорю, ютуб смотришь, ты, говорю, да Я говорю, звездой ютуба сейчас ты станешь Но он, когда ютуб слышит, уже сразу, ну, успокаивается Ну, я езжу, я же обычный мерсовод У меня машина вообще нахерни тонированная Я очень и очень редко могу на машине притопить Я умею, и машина реально может, блядь Но я не люблю это делать Я всегда езжу очень и очень спокойно, поворотничек и все что-то Я по-пенсионерски люблю ездить Бывает иногда что-то отрывает, вот прям хочется, но... Сто процентов Да, вот на мерсе, на своем, я вам клянусь, вот второй год у меня машина Меня на ней остановили один единственный раз по городу И то просто тип меня остановил и так Бля, братуха, у тебя 55-й он Я на него смотрю, я говорю, я не пойму, блядь, автоэксперт что ли? Да, я говорю, и что? Я ему так все равно А ну-ка капот открой, блядь Мать твоего рода, блядь Открыл, блин, капот Он смотрит, да, у тебя аж 3,2 Винкоды у тебя вообще что? Прикинь, пошел Винкод смотреть Он думал, что может, она там какая-то переделка иоровская Все у меня пробил, я так на него смотрю, я говорю, что это не прокатило, говорю, на аварийце Он, да не, не, брат, я просто... И так еще в конце мне, а ты, говорит, его не продаешь Я ему говорю, блядь, даже если ты мне сейчас, сука, 5 лямов вот так положишь Я тебе скажу, блядь, покати нахер отсюда Вот единственный раз такого Ну и, собственно, главный секрет, для чего мы вообще ездим и снимаем обзоры Это вот он, родимый Видишь, что? Ага Даже камера упала, походу Я так и вообще, что за поляна, да? Так что, отсняли, в общем, вам материал Ждите топовых видосов Икс-7 это вообще разъеб Вы просто попутаете, что за аппарат У нас теперь будет этот После съемок Обсуждение, блядь, просмотренных тач И самое грустное во всей этой истории Когда ты снимаешь такого плана машины То, что ты понимаешь, что 99% людей Их просто тупо себе не смогут позволить 90% даже в них не посидят А 99% даже не смогут себе их позволить Потому что там ценник просто космический Это как и с едой Вот мы с Тимуром сидим в ресторане Кушаем вот это А кто-то сейчас, наверное, сидит Потягивает сигару И с этим вискарем и фуа-гра Правильно? Что же самое Социальная несправедливая Лучше быть честным человеком И хавать Макдональдс Чем обманывать людей И ездить на их седьмой Так, ладно На этой пессимистичной ноте Наш подкастик мы закончим Надеюсь, он вам понравился Увидимся в новом видосе Кстати, вопрос о том, что никто даже в них не посидит Но я думаю, стремиться к этому надо Ты должен понимать, что ты хочешь Это как с любой мечтой Чтобы ты по ощущениям ощутил, как это там И смог идти туда Ну это да Нет, ты-то в голове у себя держишь Наверное, там наверху по кайфу Но как по кайфу? Ну да, да Вот как по кайфу смотрите Да, вот это уже наша работа Показать, как это будет по кайфу И поверьте мне, там очень по кайфу Да, это тема Но оно тому не стоит Как я говорю До этого нужно дойти честными путями Наверное, это смешно говорить в России Хотя, с другой стороны, в России очень много честных бизнесменов Правильно? Которые реально сами себя сделали Так что да, надо стремиться к своей мечте Как-то так Да? Как в конце коргино скажем Запизделись мы Ладно, давайте за ваше здоровье Пока До новых встреч